Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Вопрос касается отношений между родственниками, а точнее с мамой у автора вопроса. В своей квартире автор вопроса периодически сталкивается с мамой, которая туда приезжает из другого города, с целью третировать автора, обзывать её и всячески провоцировать по словам автора вопроса. И спрашивает автор, как себя защитить и для чего она говорит все эти неприятные вещи ей. Ну, смотрите. Значит, во-первых, для чего она говорит, мы вам не скажем, потому что мотивацию знает только ваша мама, да и с точки зрения профессиональной психологии психотерапии не имеет смысла и значения. А также нельзя психологу обсуждать действия третьих лиц. Это профессиональная этика не позволяет. Я думаю, что ваше желание защититься, оно нормально, но, есть одно но. Ваше желание защититься чем-то продиктовано. Вот чем продиктовано ваше желание защититься? Вот это хороший вопрос. Вы говорите, что лав выдевают определённые её слова. Ваше желание защититься. На мой взгляд, очень важно увидеть, чем конкретно вас это вызывает. То есть, видите ли, если вас что-то вызывает, то вряд ли это случайно. Не в том смысле, что вы соответствуете тому, что говорит ваша мама, нет. А именно в том смысле, в смысле того именно, что на вас это как-то влияет. Вот. Понимаете? Какая шпука. И вот этот момент, момент того, как на вас это влияет, как раз-таки, на мой взгляд, нужно исследовать. Потому что почему-то на отдельные слова. Допустим, вашей мамы. Вы не реагируете на отдельные слова. А на отдельные слова реагируете. Вот. Ну, я полагаю, что не секрет, да. Что у этого есть какие-то причины, что вас это как-то вызывает тогда. Вот. Вот. Проработка этого, а также отреагирование должным образом ваших эмоций, на мой взгляд. И будет тем, что в данном случае является защита. Вот. Ну, вот. Как мы могли бы, по крайней мере, назвать защитой. Что мы могли бы назвать в данном случае защитой. Вот. Пока вот история. Я думаю, что есть еще юридический аспект этой ситуации. Я думаю, что есть аспект вашей реализации и, в целом, твердости опоры. Вот. Когда вы говорите, чтобы защитить себя от ее нападок, что вы имеете в виду? Как вы поймете, что вы защищены? Этот вопрос тоже очень важен. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. До свидания или моя жена. Кто там. Кто там. Тейл.